МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok В республике продолжает свою работу полуфинальный этап проекта главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв». Какую значимость имеет этот конкурс для нашей республики? И о необходимости его формирования, а также насколько он реален и где гарантия того, что будет проводиться честно? Об этом всем рассказал гость нашей программы, начальник дирекции кадрового резерва главы Карачаева-Черкесской республики Ибрагим Татаркулов. Здравствуйте, Ибрагим Ильясович. Здравствуйте. Расскажите цель проекта «Кадровый резерв» и о необходимости его формирования в нашей республике. Цель проекта «Кадровый резерв», заложенная главой Карачаева-Черкесской республики Рашидом Бориспичем Темризовым, заключается в том, чтобы найти те кадры, которые обладают высоким уровнем знаний, навыков и компетенций, для их дальнейшего привлечения на те или иные должности разных уровней, в том числе управленческой, в органы государственной власти, местного самоуправления, а также на крупные предприятия республики. Насколько проект главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв» реален и где гарантия того, что он будет проводиться честно? Проект главы Карачаева-Черкесской республики «Кадровый резерв» включает в себя несколько этапов. Первый этап – это этап регистрации, в котором каждый участник должен был соответствовать формальным требованиям. Формальные требования следующие. 21 год полных, помимо этого наличие законченного высшего образования, магистратура, специалитет или же бакалавриат, также помимо этого отсутствие судимости, в том числе погашенной. Затем следует обратить внимание на то, что зарегистрировавшихся 1227 человек. После регистрации участники проходят процедуру онлайн-тестирования. Здесь следует обратить внимание на то, что первый этап он проходил, скажем так, в наиболее комфортных условиях для каждого участника. Кто хотел, проходил тестирование удаленно дома, кто на работе, кому, где, скажем так, комфортнее. Из 1227 человек проходной балл тогда набрало 160 человек. Сейчас проводится процедура контрольного тестирования. Процедура контрольного тестирования реализуется в двух форматах. Первая онлайн, вторая оффлайн. Оффлайн у нас проходит период с 21 по 26 августа 2020 года в пункте прохождения контрольного тестирования в городе Черкесск по улице Кавказская, 92А. Следует обратить внимание на то, что обеспечивается прозрачность следующим образом. После того, как участник проходит контрольные мероприятия, контрольное тестирование, он результат получает моментально. Дополнительной обработки, субъективной составляющей ее попросту нет. Следует обратить внимание на то, что все три блока – это психодиагностика, тест общих знаний, а также управленческие задачи. По ним по всем трем и общий балл участник получает моментально после того, как он завершает тестирование. Далее он ознакомливается сразу же на месте со своими результатами, их подтверждает, и, соответственно, процедура, она на все 100% прозрачна и открыта. Открытость обеспечивается следующим образом. Ведется прямой эфир-стрим на YouTube, также, помимо этого, сохраняется видео каждой сессии. Как этап проводится сегодня, и что осталось участникам пройти, чтобы быть в команде? Будет проводиться второй этап полуфинального мероприятия, который реализуется при привлечении лучших экспертов Российской Федерации по проектному менеджменту и оценке кадров, в том числе это и Высшая школа госуправления, Российская академия народного хозяйства при президенте России, также это специалисты и Высшей школы экономики, специалисты и других крупных образовательных и научных центров нашей страны. Следует обратить внимание, что общее количество экспертного сообщества и модераторов, которые будут привлечены на второй этап полуфинального мероприятия, их 17 человек. Спасибо вам, Ибрагим Ильясович, за содержательную беседу и до новых встреч. Спасибо вам большое за уделенное время. Всего вам доброго. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14.30 с ведущим Ашемезом Пхешевым. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Все это предлагает вам наш детский развлекательный центр. Ждем вас в ауле Сарытиус, рядом с Кавровой империей Венера. Звоните. Плюс семь девятьсот двадцать восемь триста девяносто сорок три сорок девять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова